Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, и я святой Игорь. Здравствуйте. Причиной многих проблем в духовной жизни людей православных, оцерковленных, и, может быть, еще в большей степени причиной сложного отношения к православию людей, смотрящих на церковь со стороны, является то, что даже люди, знакомые с православным богослужением, с некоторыми текстами Священного Писания и иной духовной литературы, казалось бы, знакомые с православием, не отдают себе отчет в том, что в православии является главным, Без чего христианство не имеет смысла. И вот я бы дерзнул определить главное в христианстве, как личное отношение человека с Христом. Поскольку само название нашей веры содержит в себе указание на личность Христа, на богочеловеческую личность, на вторую ипостась Бога, соединившуюся с человеческой душой и телом, прожившую на земле человеческую жизнь. И смыслом этой земной жизни Христа стало искупление, спасение каждого из нас. Но спасение это осуществляется не просто через принадлежность к сообществу верующих людей, не просто через принадлежность к Церкви, и уж тем более не через принадлежность к нации, в которой христианство, может быть, считается господствующей религией, может быть, нет. Спасение осуществляется благодаря именно личным отношениям каждого из нас с Христом. Надо отметить, что личные отношения не означают единоличные. Личные отношения могут быть не только один на один. Отношения между каждыми из членов есть и в семье. И отношения с главой семьи – это у каждого личные отношения, тем не менее это отношения в семье, они отличаются от отношений один на один. Отличаются тем, что в семье, любя главу семьи, невозможно не любить других детей, невозможно не любить братьев и стер, иначе любви и мира в семье не будет. И вот в Священном Писании все заповеди, как мы помним, сводят к двум – любовь к Богу и любовь к ближнему. Одно без другого невозможно, но всё-таки первым пунктом, первой из двух наибольших заповедей, стоит заповедь о любви к Богу. И вот для нас, христиан, Бог – не абстракция, не некая высшая сила, неведомая, непостижимая. Бог ради нашего спасения облёкся человеческой душой и телом, ходил по земле, говорил с людьми, будучи во всём, кроме греха, подобным нам. И именно с ним, будучи знакомыми с его человеческим обликом, не столько с внешним обликом, хотя, конечно, и внешний облик мы, внешний облик Христа мы знаем благодаря фотографии Туринской плащаницы. Но, конечно, в первую очередь, не черты его внешности, а слова его, поступки его, вся его земная жизнь, рисуют для нас очень живой и целостный образ. И мы призваны к тому, чтобы с тем, чей образ мы видим в Евангелии, выстраивать отношения, отношения любви. Безусловно, это не те отношения, которые выстраиваются у нас, у людей друг с другом, поскольку к Христу мы относимся всё-таки не просто как к другу. Мы поклоняемся Ему как к Богу, но при этом помним о словах, которые Он обращает к своим ученикам, именуя их не рабами, но друзьями. И вот, в свою очередь, в том, что мы можем выделить как главной составляющей этих живых отношений с Христом, я бы, пожалуй, назвал три момента. Первый – это Евангелие, Священное Писание, из которого мы, собственно, и черпаем знания о Христе. Но это не только источник формирования нашего представления о Христе, это ещё и слова Его, обращённые к нам. И чтение Священного Писания – это не просто получение информации, не просто наставление в духовную жизнь, это Бога общения, это возможность для нас слышать Слово Божие. Второе – это, конечно, Евхаристия, Таинство причастия, полнота общения с Христом, полнота для нас непостижимая, непредставимая. Когда мы с таким вот удивительным дерзновением можем говорить о том, что кровь Христова течёт в наших жилах, Христос в нас, и мы в нём. Мы из-за своего маловерия, своих грехов, страстей не можем в полноте ощутить этого единства, как в тропаре преображения мы поём, якожеможаху, то есть насколько могли апостолы видели, нетварный свет Божества на горе Фавор. То есть в той мере, в каком можем уместить, в каком мы можем ощутить единство с Христом, мы ощущаем его в Таинстве причастия, но несмотря на нашу немощь, несмотря на то, что мы очень слабо его ощущаем, всё-таки это единство осуществляется. Единство, заповеданное нам самим Господом, опять-таки в словах Евангелия. Господь говорит о том, что если мы не вкушаем его плоти, не пьём от его крови, в нас нет жизни. И третья составляющая наших отношений с Христом – это молитва богообщения, кроме, собственно, Евхаристии, кроме чтения Евангелия. Да, есть суточный цикл богослужения, в котором мы участвуем, собираясь по заповеди Господа, где двое или трое во имя моё, там я среди них, мы собираемся вместе, для того, чтобы, опять-таки, общины предоставить перед Господом не только на литургии, но и на других богослужениях. Да, есть определённая молитвенная дисциплина, необходимая для каждого вежущего человека. Утреннее, вечернее молитвенное правило, определённые молитвословия, которые читаются при подготовке к причастию. Это важно, это часть некого каркаса духовной жизни, но всё-таки сейчас я говорю не об этой молитве, а о молитве частной, и, пожалуй, идеал этой молитвы – это молитва Иисусова, Господня Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Молитва, в которой в течение многих веков очень многие подвижники лицом к лицу, общаясь с Христом, держали великие духовные дарования. Но знание наше об этих подвижниках и об их дарованиях может послужить и ловушкой. Поэтому, говоря об Иисусовой молитве, мы обязательно делаем оговорку, что серьёзное погружение в эту молитву возможно только под руководством опытных наставников, прошедших, опять-таки, не на ощупь, а под руководством своих предшественников, прошедших эту духовную школу. Потому что без духовного руководства Иисусова молитва, не сама по себе молитва, а самомнение, которым эта молитва может сопровождаться, может привести к духовному прельщению, и вместо общения с Христом будет самоуслаждение мнимой собственной праведности, святости, которая является ловушкой бесоцкой. Поэтому, да, Иисусова молитва – это идеал, к которому стоит стремиться, но, по крайней мере, надо иметь осторожность, определённую рассудительность духовную. Может быть, не пытаться самостоятельно, в продолжительном и большом количестве читать эту молитву почётком, а просто, не приписывая себе никакого особого подвига, просто повторять её, обращаться с этой молитвой ко Христу, тогда, когда есть душевная потребность. Или, может быть, заменять её на более простой, более короткий вариант, как молитва мытаря в Евангелии «Боже, милости, буди не грешной». Собственно, Иисусова молитва – это и есть вариант молитвы мытаря, евангельского, только чуть видизменённый, развернутый. И вот, если отношения с Христом таким образом у нас устраиваются в нашей земной жизни, то эти отношения будут продолжаться и в вечности. если человек не смог, не захотел, не счёл нужным. Наверное, если не смог, то именно потому, что не захотел, не счёл нужным. Если этих отношений с Христом нет в земной жизни, то и по окончании земной жизни Христос, даровавший нам свободную волю, не будет нам себя навязывать. Собственно, именно это и есть путь в ад. Не потому, что любящий Отец Небесный наказывает нас там за какие-то нарушения канонов, за какие-то проступки, ошибки. Просто потому, что если мы не прилепились сердцем ко Христу, без Него мы беззащитны перед теми силами, которые нас ненавидят, которых хотят нас мучить вечно. Единственная защита от этой опасности это опять-таки живые отношения с Богом. Часто спрашивают, какую роль в таком случае играет все остальное, что есть в христианстве. Все элементы, детали традиции, предания. На самом деле церковь живой организм. И если мы попытаемся Христа из этого живого организма церкви извлечь и построить с ним отношения вне традиции, то велика будет опасность того, что вместо настоящего реального Христа мы создадим себе некоего виртуального друга. Не того Христа, которого любили и который был источником духовного опыта Антония Великого, Сергия Радмиска, Феофана Затворника, какого-то другого своего Христа. Но ведь в вечность мы пойдем навстречу с Христом настоящим, с тем самым, который является главой церкви. И для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы отношения наши с Христом были отношения с Христом настоящим, для этого мы и прибегаем к опыту церкви, к опыту подвижников, к православной традиции. Слава Слава Субтитры подогнал «Симон»